Как правильно подготовить поставку на склад Озона по системе FBO, чтобы не получить за это штраф? И что нужно сделать для того, чтобы твою поставку на складе не развернули назад? Сегодня я закрою все твои вопросы касаемо поставок через FBO. Меня зовут Рома Райт, на этом канале я рассказываю про маркетплейсы. Поехали! И для начала, коротко, я закрою вопросы о том, что такое FBO для тех, кто прям совсем новичок, но не будем вдаваться в подробности, расшифровки и всего остального. FBO-поставка — это когда ты упаковываешь товары вначале на своем складе, после чего отправляешь их на склад Озона, и Озон уже дальше все сделает за тебя. То есть тебе нужно один раз отправить свои товары на склад. Это будет гораздо дешевле, чем, допустим, торговать по FBS, когда ты хранишь товары у себя и каждый день носишь их либо в сортировочный центр, либо в пункты выдачи Озона. Поэтому FBO — это главный метод для того, чтобы делать свои поставки. Плюс, когда ты торгуешь по FBO, у тебя есть возможность разместить свои товары по всей России для того, чтобы доставка до покупателя была быстрая. И, соответственно, таким товаром Озон дает дополнительное продвижение. И помимо того, что у тебя будет дополнительное продвижение, конверсия на твоих товарах также будет больше. Потому что срок доставки в один день и срок доставки в 9 дней для покупателя — это очень важное значение. И поэтому, чем этот срок будет ближе, тем у тебя изначально будет больше продаж. Несмотря на то, что это и так дешевле, это дополнительно быстрее, и это более полезно для любого селлера, в том числе и во времени, которое он будет тратить на свои поставки. Поэтому давай сразу переходить к делу. Для того, чтобы сделать свою первую поставку, тебе будет необходимо к ней подготовиться. Почему-то во многих видео забывают про этот этап, но я по привычке расскажу тебе его обязательно, для того, чтобы, если ты сейчас планируешь свою поставку, у тебя все для нее было. И для начала, для правильной поставки тебе нужен будет термопринтер. Подойдет самый обычный, например, XP365B, его стоимость на Озоне в районе 3,5-4 тысяч. К нему нужны будут этикетки двух типов. Первый из них — 120 на 75. Эти этикетки ты будешь клеить на сами коробки. И дополнительно купи 58 на 40. Это те этикетки, которые клеятся на сами товары, когда ты их упаковываешь. Дополнительно тебе также понадобится упаковка для твоих товаров. Это могут быть боб-пакеты. Дополнительно, если твой товар может разбиться, то тебе, конечно же, понадобится пупырчатая пленка. И к этому всему сразу, конечно же, ножницы, ножик канцелярский. Дополнительно обязательно купи диспенсер для скотча. Он просто очень сильно упростит твою жизнь при упаковке коробок. И, конечно же, тебе понадобятся сами коробки. Купить их можно также на Озон. Вот такого формата. У Озона есть несколько форматов коробок, которые он считает обязательными. И именно за эти коробки ты будешь платить по кроссдокингу. О чем я говорю, ты узнаешь немного позже в этом же видео. Соответственно, заходишь на сайт Озона. И вот они, S, K. Дополнительно здесь же ты найдешь M и иногда бывает L. Но, если что, 60 на 40 на 40 можно очень много найти в интернете. Потому что эти коробки как раз-таки не такие уникальные, как, допустим, S, который, кроме как у Озона, мне кажется, очень мало где ты можешь найти. И дальше мы с тобой уже будем готовы сделать свою заявку на поставку и после начать упаковывать товар. Но давай вначале разберемся с тем, какие форматы поставок у нас возможны по системе FBO. Для этого нам с тобой нужно ввести на FBO и перейти в заявки на поставку. У формата FBO есть индекс поставок. Мы видим, что у меня, допустим, много ошибок, потому что мне часто приходится снимать для тебя видео. И, по сути, этот индекс ошибок особо ни на что не влияет на текущий момент. Чуть дальше они сделают какие-то дополнительные платные приемки и все остальное. Но пока что, по сути, это никак тебя не касается. Дополнительно есть поставки товаров Super, здесь ты можешь это увидеть. Супер товары — это товар от 2000 рублей, который Озон считает более приоритетными, и, соответственно, у них бесплатное размещение. И скидка на супер поставки, больше таймслотов, ускоренная приемка и бесплатный кроссдокинг. Бесплатный кроссдокинг — это, кстати, достаточно классная штука, но для супер товаров не всегда. Соответственно, здесь у нас есть несколько вещей, которые тебе нужно знать. Если мы полистаем ниже, то мы увидим все мои черновики на поставке. Вот так вот их собралось достаточно много. После чего нажимая вот здесь, вот мы видим подготовку к поставкам. То есть те заявки, которые ты вот только что оставил, транзит и приемка — это то, что у нас на текущий момент находится в пути, и мы это видим. И дополнительно подтверждение актов, про это еще будем говорить, и архив, то, что мы, допустим, решили не поставлять и вовремя отменили. Теперь мы с тобой готовы сделать свою первую поставку. И при нажатии на кнопку «Создать заявку» нам с тобой понадобится выбрать товар. Давай мы это сделаем. И я, допустим, просто введу в название «Игрушка», и вот, пожалуйста, мой товар уже здесь есть. Поэтому я могу нажать на «Плюс», и после чего ввести еще, допустим, «Кошачья мята». После чего Озон предложит мне выбрать количество, которое здесь есть. Дополнительно все то же самое можно сделать по списку из Excel. Для этого мне нужно нажать на стрелочку, скачать шаблон XLS, и после чего загрузить этот шаблон сюда. Я же предпочитаю, когда поставка, там, до 10 артикулов делать в таком виде, потому что это удобнее с фотографиями. Ну и, соответственно, когда ты это все добавил, ты пишешь количество товаров. Допустим, я хочу ввести 100, и дрыбок, ну, к примеру, будет также 100. А Озон на автомате просчитает объем этой поставки, и тут тоже нужно уточнить, что если ты сейчас каких-то товаров не добавишь, это не самое критичное. Потому что, если что, мы разберемся, как их добавить можно после. Самое главное на текущий момент просто подготовить всю эту поставку и выбрать количество товаров. Плюс, как видишь, пока что мы с тобой не выбрали, и по какой именно системе мы будем торговать. А их же несколько, и про них мы тоже будем говорить. Но для того, чтобы нам про них поговорить, нам с тобой нужно нажать на кнопку «Продолжить». Когда мы нажимаем, у нас идет выбор поставки ВРЦ или поставки на конкретный склад. Плюс еще можно поставить кроссдокингом. Что это все такое, давай разбираться. Для начала, что касаемо ВРЦ при нажатии на него. Озон сам определит, куда и сколько нужно отправить товаров, на какие склады. То есть, мы с тобой выбрали 100 кушач мяты, например, и 100 рыбок и игрушек. Соответственно, дальше уже Озон нам самостоятельно предложит те склады, на которые нужно отправить эти товары. То есть, условно, он даст нам 5 складов и скажет вот эту коробку в Москву, туда 50 рыбок и 50 мяты, вот эту коробку в Санкт-Петербург, туда по 25 всего, и вот эту коробку иногда куда-нибудь даже в Хабаровск, но ее можно отменить. Соответственно, тебе не нужно делать ничего самостоятельно. И это очень крутая штука, потому что она и правда работает достаточно хорошо. И мы постоянно пользуемся ВРЦ, мы не рассчитываем поставки самостоятельно, но ВРЦ подходит в основном, когда у тебя действительно большое количество товаров. А, допустим, в этой ситуации у нас бы было их не так много, и они буквально бы заполнили, мне кажется, в лучшем случае, одну-две коробки. Поэтому для нас ВРЦ было бы неактуально, и нам бы пришлось поставлять на конкретный склад. Но, допустим, мой личный склад, где находятся мои товары, на фулфилменте находится в Смоленске, и поставить это все самостоятельно мы просто не можем. Но для таких ситуаций существует кроссдокинг. И чтобы нам понять, что такое кроссдокинг, если ты совсем новичок, я попробую объяснить тебе на примере документации Озона. Кроссдокинг — это когда ты не можешь доставить товары на склад Озон самостоятельно, ты пользуешься услугой кроссдокинга, и привозишь отправление в удобный для тебя пункт приема поставки, и Озон дальше самостоятельно отправляет это все на склады. Узнать, есть ли в твоем городе такой пункт, достаточно просто, вот в этой же статье есть список всего, откуда можно отправить. Допустим, я живу в Смоленске, и поэтому я пишу здесь «Смоленск», вот он у меня уже открывается, и после чего у меня вот здесь, вот в разделе «Куда» показано, на какие именно склады я могу отправить из Смоленска. Отправить я могу это все прямо с помощью Озона. Я привезу Озону в сортировочный центр, эти товары, а после чего из Смоленска он сам их довезет до нужных складов, то есть он может самостоятельно выбрать. Там, допустим, в Красноярск, в Пушкино, иногда еще один в Москву и так далее. Опять же, тут есть список, и ты можешь его изначально не понимать, но на самом деле здесь подписано, вот, например, МО Пушкина, ну, то есть Московская область, считай, эти товары будут продаваться по Москве, по московскому кластеру. Соответственно, если тебя такое не устраивает, или в твоем городе, например, нет сортировочного центра, и до ближайшего ехать достаточно далеко, то для тебя существует гораздо более простой и эффективный способ. Это пользоваться услугами другого фулфилмента. То есть, допустим, ты можешь обратиться в наш фулфилмент, после чего мы сами упакуем твои товары, соберем их в коробке, создадим поставку в Озон. Соответственно, ты даже ничего не будешь делать со своими товарами, а после чего отправим ее по кроссдокингу во все города России. В этом плане это гораздо удобнее, чем, допустим, ФБС, потому что услуги нашего фулфилмента обойдутся тебе меньше, чем ты будешь платить Озону за ФБС, не считая потраченного времени, который у тебя займет на упаковку поставки и так далее. Средние услуги нашего фулфилмента обходятся в 23 рубля за товар, а рассчитать поставку для себя ты можешь по ссылке в описании. Просто переходишь, пишешь нашему боту по поводу того, что тебе нужны услуги фулфилмента, и мы рассчитываем твою поставку, а после из-за тебя проводим всю работу с твоими товарами и поставляем на склад Озона, а ты их даже ни разу не видишь. Ссылка на сайты бота находится в описании, там же ты можешь ознакомиться с другими нашими услугами, которых достаточно много. Далее, допустим, мы с тобой нашли вот здесь вот в списке наш город, и мы можем понимать, что мы можем отправить товары по кроссдокингу, и давай разберемся с этим. Для этого нам нужно поставить вот здесь вот галочку, и мы сейчас попробуем и то, и то, но начнем с кроссдокинга, и после чего он предлагает мне выбрать склад отгрузки. Допустим, я выбираю здесь Смоленск, и он показывает мне эссе индустриальное вполне себе возможно. То есть для поставки кроссдокингом тебе даже не надо отдельный склад у себя в личном кабинете создавать, а его мы тоже пройдем. Ты можешь просто выбрать, что я поставлю свои товары на вот этот склад, тебе уже покажется адрес, и после чего ты просто нажимаешь на кнопку продолжить. После чего Озон проверит, куда можно поставить твои товары, и самостоятельно предложит список свободных складов. Раньше их нужно было искать самостоятельно через Excel-табличку, но вот буквально за пару минут у меня показано, где я могу отгрузиться. Допустим, если я поставляю кроссдокингом ограниченное количество товаров, то лучше всего сделать это в Москву, и здесь мы видим то, что Москва и Московская область, на самом деле здесь достаточно много складов, как выбрать нужный. На самом деле здесь особо нету каких-то различий. То есть ты можешь поставить и в Пушкина 2, и в Пушкина 1, это вполне себе нормально. Ты можешь поставить и в Жуковский. Самое главное, что это все находится возле Москвы, и поэтому разницы особой нету. Поэтому я, допустим, выберу Пушкина. Ну, просто вот привычка, мы постоянно туда отгружаемся. И дата и время отгрузки выбирается мной самостоятельно. Тут тоже надо уточнить, что у кроссдокинга, например, гораздо больше слотов для отгрузки, в отличие от ВРЦ. Поэтому если у тебя иногда ВРЦ, допустим, показывает, что отгрузиться можно через неделю, то можно отгрузиться с кроссдокингом гораздо быстрее. И, допустим, здесь мы видим то, что я сегодня записываю 22-го числа, но это у меня, у меня часовой пояс плюс 5. Но как будто бы в Москве еще 21-е число, и вот завтра уже я могу отгрузиться. Допустим, я выбираю 17-18 часов, и тут тоже важно уточнить. Раньше приехать почти всегда можно. То есть, если ты поставил на 17-18, но привезешь даже в 12 иногда, если на складе работают нормальные сотрудники, то проблем в этом не будет. И то бывают ситуации. Но если ты привезешь хотя бы на одну минуту позже, то там тоже все будет зависеть от сотрудников, но вот здесь лень сотрудников очень часто сыграет свою злую шутку. И тебе придется откладывать эту поставку и организовывать ее заново. Поэтому не опаздывай никогда на свои поставки. Нажимаем подтвердить, и дальше у меня уже все здесь выбрано. Мне остается только нажать на кнопку продолжить. Мы видим, что у нас финальная заявка. И после чего вот здесь вот подготовки к поставкам, мне нужно лишь дождаться ее, соответственно, мне нужно обновить страницу. И она у меня уже здесь должна показаться. Почему-то Озон создал их сразу две, мне не особо понятно. Мы видим, что это разные номера заявок. Но, допустим, вышло так, Озон тоже иногда лагает. Поэтому здесь мы видим следующее. Статус заполнения данных, дата моей поставки, дополнительная вещь, точка отгрузки, количество товаров в этой поставке. В данном случае он мне сделал просто поставки отдельно на каждый из товаров. Почему-то, опять же, здесь бывает по-разному. Вообще-то, много товаров можно класть в одну коробку. Просто в данном случае Озон решил, что, видимо, ему так будет удобнее. И поэтому вышло вот в таком вот формате. Опять же, вообще, обычно в одну коробку ты можешь складывать хоть 10 товаров. Это абсолютно не важно. Ну, допустим, я выбрал вот так. И теперь мне нужно нажать здесь на одну из поставок моих. И видим то, что вот у меня 100 единиц моего товара. Это игрушка, рыба интерактивная. И дальше мне остается сделать самое важное. Соответственно, эти 100 рыбок мне нужно запихнуть в коробки. Сколько коробок будет, определяешь только ты. Поэтому, когда ты начал их упаковывать, допустим, если бы у нас было в одной коробке несколько товаров, то имей уважение к сотрудникам, которые будут это разгребать. Во-первых, во-вторых, для себя же, для удобства. Сделай просто между коробками какую-нибудь картонку, которая будет, соответственно, разделять эти товары. Так просто будет удобнее. Когда ты будешь упаковывать свои товары, тебе нужно будет, конечно же, наклеить на них этикетку. Для этого мы можем посмотреть, как это все будет выглядеть. И здесь вот видно то, что вот так вот может выглядеть старый штрих-код на товаре. У тебя он может быть уже на коробке. Но, возможно, у тебя он будет не такой же на озоне. И поэтому очень важно новый штрих-код клеить именно поверх старого. Здесь показано, как делать не надо. Но я думаю, что это логично. Так как штрих-код это штука для считывания. Ее нельзя изгибать. Ее нельзя там как-то вот, допустим, как здесь клеить. Вот, чтобы было видно два штрих-кода. И, конечно же, ее нельзя мнуть. При этом сам штрих-код мы уже с тобой сделали, когда создавали товары. И, опять же, дальше тебе нужно его только скачать. Для этого мы можем посмотреть здесь, как это сделать. Ты заходишь во вкладку товар и цены. После чего ты нажимаешь вот на это троеточие. И, соответственно, скачать штрих-код. После чего тебе выдадут два варианта. Опять же, здесь ты можешь распечатать это на обычном принтере, офисном. Но так делать не нужно. Лучше потратить 3000. Это твое собственное удобство. И, дополнительно, принтер для печати штрих-кодов здесь также имеется. Здесь ты еще видишь формат штрих-кодов. То, что существует разный. Но, на самом деле, когда ты будешь скачивать именно под этикетку, а не как здесь под обычный офисный принтер, там у тебя будет один штрих-код, а дальше печатай его, как удобнее. Но стандарт обычно 58 на 40. Он прям под все маркетплейсы подойдет. И ни у кого точно не будет вопросов. А вообще, на самом деле, всем особо пофигу. Я не знаю, тысяча, две, три товара. Вообще, с этикетками как раз 20 на 30 и отправил. И особо озону это не важно. Когда ты это сделал, упаковал свои товары в боб-пакет, потом наклеил туда штрих-код, сложил их в коробку. Тебе нужно взять где-то штрих-коды на твоей коробке. Для этого мы вернемся назад в озон. И вот здесь вот нажимаем на кнопку укажите количество грузомест. После чего мне нужно выбрать, сколько именно коробок у меня будет. Выбираю, допустим, две, чтобы было более наглядно. И нажимаю на кнопку сгенерировать. С недавних пор озон будет тебя штрафовать, если ты не введешь еще количество товаров в каждой коробке. Поэтому, когда у тебя все готово, это не повод отсюда выходить после скачивания штрих-кодов. Для начала тебе нужно нажать на кнопку печати. После чего у тебя скачаются два твоих штрих-кода, и мы видим то, что они отличаются с ID грузового места разным. И дополнительно мы видим то, что штрих-коды у нас также отличаются. Поэтому запоминай ID грузового места, допустим, 0765. Допустим, ты туда положил 51 рыбку, поэтому заходишь сюда в 0765. Ну, допустим, здесь у нас 07656, и там это было. Поэтому ты знаешь, что здесь 51 единица товара. Нажимаешь вот здесь на троеточие. И указать состав, после чего снова нажимаешь на указать состав, и пишешь 51. Это сбережет тебя от твоих штрафов. После чего тебе нужно дополнительно будет ввести, допустим, в другой коробке. И вот сейчас мы видим то, что Озон точно не по нашей ошибке сделал товары в разных поставках, потому что здесь у нас показано, что коробка моно, а здесь он еще как будто бы не знает, и как будто бы здесь еще могут быть несколько товаров. Ну, вот раз уже у нас так вышло, Соответственно, делаем все коробки моно. Нажимаем здесь снова на триточие, и дописываем количество товаров. Поэтому пишу здесь 49 единиц. Соответственно, видим, что осталось 0. То есть то, что мы точно все наши товары загрузили в этой поставке, и то, что ни за что нам не нужно будет удерживать плату. Вот здесь вот было до этого то, что мы возьмем плату. Теперь видим то, что плата не будет взята, и мы не переплатим за этот самый кроссдокинг. Поэтому теперь мне нужно вернуться назад в отгрузку из список поставок, после того, как ты наклеила 4 коды на коробку. Давай мы тебе покажем видео, как это выглядит. Дальше ты клеишь сюда свою наклейку. Как-нибудь вот так вот ты это делаешь. В целом разницы нет. Готово. И вот в таком формате она уже готова к поставке. То есть дальше ты ее просто закрываешь, и после чего обклеиваешь скотчем. И уже везешь, просто на входе показывает. И дальше, когда у тебя это все готово, мы видим, что здесь есть время. Кстати, дату можно еще отсюда же и поменять. И тебе остается сделать несколько вещей. Во-первых, тебе нужно добавить данные автомобиля. Допустим, у меня в Смоленске на них всем пофигу, но лучше делай все так, как нужно изначально. И так, как по правилам, потому что ситуации будут разные, и пока ты еще не знаешь, что в итоге можно на твоем сортировочном центре, что нет, зависит от человеческого фактора. Мы, допустим, у нас автомобиль 1АА 167, марка и модель там Больфа, водитель, не знаю, пускай будет Роман, и номер телефона водителя также. Это нужно для пропуска. В Москве, допустим, и в Санкт-Петербурге это железно действует, но у меня, например, в городе это вообще не действует, и кто угодно может туда заехать и что угодно сделать. Поэтому я нажимаю «Сохранить». И теперь мы видим то, что моя поставка готова к отгрузке, то есть мне теперь осталось только взять ее и доставить в назначенное время. Опять же, здесь тебе также важно, заложи обязательно расходы на грузовое такси, на всякие подготовки и прочее. И если ты у нас на обучении, то тогда у тебя все это уже есть в юнит-экономике. Ну а если ты смотришь это на Ютубе, то этот урок был подготовлен для моего курса по Озон. И там я рассказываю не только такие банальные вещи, как сделать поставку. Так как в этом уроке нет ничего секретного, ты смотришь его, возможно, в том числе и на Ютубе. Но в этом курсе я рассказал гораздо больше информации. Например, как найти такие товары, с которыми ты сможешь зарабатывать от 100 тысяч рублей вложений, быстро выйти на чистую прибыль и зарабатывать даже с оборотом 100 тысяч рублей. Как найти товары из неконкурентных ниш. И что самое главное, я лично проверяю товары каждого ученика, который он выберет. Что уменьшает твои риски на ошибку. Дополнительно ты узнаешь все об Озон, про то, как оформлять и настраивать карточки от СО описания до самостоятельной инфографики, которую также буду проверять я. Расскажу тебе все про рекламу Озон. Расскажу тебе про то, как делать правильно аналитику. Ну и самое главное, обучение построено так, чтобы оно подходило и новичкам, кто еще вообще ничего не знает об Озон, так и действующим селлером с миллионным или с двухмиллионным оборотом. Потому что обычно на обучении все узнают много нового про свой магазин. Например, ты можешь узнать, что вообще ничего не зарабатываешь, потому что считал юнит-экономику неправильно. А все те шаблоны, которые я очень часто показываю в моих видео, такие как шаблон по юнит-экономике, по аналитике, рекламе, конкуренту и еще много другого, ты получишь абсолютно бесплатно, зарегистрировавшись на обучение. Ссылка на обучение находится в описании. Прямо сейчас можешь зарегистрироваться с максимальной скидкой. У тебя будет неограниченная поддержка в нашем закрытом чате селлеров. Там нет спама и очень крутой комьюнити. А помимо этого, доступ к урокам будет 75 дней. Ты сможешь смотреть их в любое удобное время. Допустим, есть работы, что можно спокойно смотреть вечером, так как у них нету графика, это не прямые эфиры. А домашние задания можно сдавать абсолютно в любой момент. И они проверяются независимо от даты старта и независимо от того, когда ты их сдал. Увидимся с тобой на обучении и давай закончим нашу поставку. И теперь, когда мы разобрались с кроссдокингом, нам еще нужно понять, а сколько за кроссдокинг мы заплатим. И для этого существует отдельная табличка. Вот так вот она выглядит. Я тебе ее уже показывал в прошлом уроке про сравнение FBO и FBS. Но давай покажу еще раз. Соответственно, есть коробки нескольких типов. Их мы сегодня с тобой уже видели. XL, L, M и S. Дополнительно можно поставлять палетами. И, допустим, на примере того же Смоленска мы можем ввести здесь в поиске и увидеть, что, допустим, до Санкт-Петербурга за коробку S я заплачу 200 рублей, за коробку M я заплачу 300 рублей, за коробку L 500 и XL 800. Соответственно, если у тебя две коробки, то и заплачешь ты за каждую из них. Здесь есть важный момент. Если ты решил взять коробку свою из Китая, которая тебе пришла, и отправить ее через кроссдокинг в Озон, то тогда знай, что цена с тебя возьмется. Если у тебя, допустим, размер где-то между XL и L, то с тебя возьмут деньги за XL. Ты либо поставляешь по стандартам, вот по этим размерам, либо платишь за максимальный из того среднего значения, которое у тебя было. Что же, теперь давай еще сделаем поставку через VRC, для того, чтобы закрыть точно все твои вопросы. Для этого мы заходим в FBO, далее идем в заявки на поставку, и теперь перед тем, как создать заявку, нам нужно сделать следующее. Для начала у нас должен быть созданный склад по FBO. Для этого я захожу в FBO, и далее вот здесь вот есть собственные склады. Я нажимаю, видимо, у меня их тут достаточно много, но, допустим, я бы хотел добавить еще один склад, нажимаю добавить, после чего мне нужно ввести информацию, допустим, Fulfillment.sml хочу ввести, и после чего мне нужно ввести его адрес. Допустим, Смоленск, Соболево, не знаю, 10, например, я хотел бы ввести, пускай будет 100. После чего, нажимаю здесь закрыть, мне нужно ввести номер телефона. Опять же, для чего это нужно? Для того, чтобы в некоторых городах у тебя была возможность заказать доставку. Она очень дорогая, всегда проще делать это самостоятельно, но такая возможность есть. Дальше мы видим график работы, и здесь мы дополнительно его вставляем. Ну, например, я хочу сделать вот такой вот график. Почему нет? И сделать его там несколько дней в неделю, по ночам. Окей. Дальше мне надо заполнить то, что есть у меня пропускной режим, гидроробот и прочее, и могу написать свой комментарий. После чего мы видим, что он меня попросил некорректный номер. Нажимаю сохранить склад, и даже при этом у меня склад будет работать. А дальше мне нужно только сделать мою заявку на поставку через ВРЦ. Для этого я нажимаю создать заявку, после чего мне нужно вот здесь вот добавить снова мои товары. Ну, давай мы снова добавим кошачью мяту, нажимаю плюс, и давай, допустим, снова добавим рыбок. На и трасс мы решаем снова сделать поставку по 100 единиц. Выбираю это здесь, нажимаю продолжить, и в целом дальше почти ничего не меняется. Я просто выбираю поставку ВРЦ, и после чего вот здесь вот в диапазоне дат я выбираю тот диапазон, когда мне было бы удобно. Допустим, с 23-го, видишь, 22-е уже нельзя. Хотя на самом деле в Москве сейчас 21-е получается. И по кроссдокингу именно у нас получилось в этот же день отгрузиться. Ну, например, я выбираю вот эти три дня. Далее мне нужно выбрать мой склад, и, допустим, я выберу Смоленск и Био. После чего мне нужно нажать на кнопку продолжить, и отсюда идет подготовка моей заявки. Мы видим, что сейчас идет подбор вариантов отгрузки, нам достаточно просто обновить нашу страницу, и вот оно у нас уже есть. Соответственно, отсюда мы видим, то, что мне предлагают не только в Смоленск отгружаться, вот 23-го я могу в Смоленск, в Калугу и в Брянск. Но и до Калуги и до Брянска мне 200-300 километров бы нужно было ехать. Но почему-то Озон думает иногда, что это хорошая идея, поэтому предлагает их в том числе. Я выбираю здесь Смоленск, и видим то, что он уже предлагает мне количество складов. Оно просто огромное, но не надо переживать. То есть на текущий момент он мне предлагает сделать 12 поставок на 12 складов. Это, конечно, максимум, мне кажется, того, что я видел. Мы видим то, что Озон снова разделил мои поставки, и, наконец-то, до меня дошло. Кошачий мят в нашем случае идет со сроком годности, а рыбки не имеют его, хотя там тоже есть кошачий мят. В Мейлуике они должны были быть вместе, и раньше мы именно так и делали, но сейчас Озон обновили эти правила, и, видишь, иногда правила обновляются даже в момент, когда ты этого не совсем понимаешь. Именно поэтому их нужно дополнительно читать, и, опять же, при том, что мы раньше еще месяц назад могли поставлять и то, и то вместе, помимо этого, на самом деле, и в нашей рыбке также есть кошачья мята. Но вот иногда правила Озона звучат примерно так. Мы их обновим, потом вы это узнаете по факту, и все. В этом нет ничего страшного, но, опять же, теперь мы с тобой это выяснили прямо вот на уроке. Далее мы с тобой отменяем какие-то отправления, можем зайти здесь посмотреть, вот у нас рыба-игрушка. Но давай, допустим, мы еще и мяту сюда бы хотели отправить, а вот в Екатеринбурге мы мяту отменяем. Ну, все-таки слишком маленький объем. Два литра в одну коробку — это прям перебор, перебор, поэтому мы это все отменяем дело и смотрим сразу по количеству литров, плюс-минус, сколько у нас будет коробок. Коробка Эли, если я не ошибаюсь, 19 литров занимает. Готово, теперь нам остается сделать то же самое. Нажимаем на товарный состав, это на один город, видим то, что у нас здесь 35 штук, закрываем это все дело. Из-за того, что я зашел, мы видим то, что товарный состав не согласован, потому что мне теперь нужно сделать следующее. Если я зашел, я мог там что-то изменить по количеству, например, и, ну, опять же, сейчас простой пример. Вот я захожу на нужный склад и меняю здесь 16, например, на 20. Все готово, у меня плюс 4 товара в моей поставке. И чтобы дальше эту поставку согласовать, мне нужно снова нажать «Проверить» и «Сохранить мой вариант». Готово, теперь мне предлагают выбрать тайм-слот. Допустим, я снова хочу отгрузиться вечером и нажимаю на кнопку «Согласовать отгрузку». Далее будет плюс-минус то же самое, что и в кроссдокинге. Здесь у тебя есть отдельно товары, отдельно есть грузоместа, и отсюда ты можешь их заполнять. Опять же, когда ты это все делал, выбрал там, допустим, вот у тебя есть ПБ Бугрейм, есть 46 литров, ты заполняешь сюда две коробки. Здесь ты заходишь и дальше пишешь, там две коробки, например, генерируешь. Дальше идем здесь у нас, ну, например, одна коробка, генерируем. И после чего ты уже отсюда, ты дополнительный, что можешь всегда коробку эту добавить, ты точно так же на каждый из складов печатаешь себе этикетку, и после чего заполняешь количество товаров. И дальше вот в таком же виде мы заполняем все наше количество коробок, которые есть. Давай сейчас это сделаем. Допустим, здесь мы уже видим, что нам показывают, что состав не заполнен, при этом показывать не везде. И сейчас мы с тобой разбираемся, в чем именно дело. На самом деле нужно будет просто обновить страницу. И далее вот так вот генерируем штрих-коды для каждой коробки. Это может показаться не очень удобно, и по сути так и есть, но, к сожалению, здесь конкретно ничего не поделать. Ну, хотя бы, когда у тебя здесь коробок, все немного проще. Теперь мы обновляем это все дело, и отсюда мы снова заходим, там, допустим, в груза места. Опять же видим, что была ошибка, после чего вот здесь мы видим, что Озон нам говорит, что вы можете на этот склад ничего не заполнять, уже не возьмем плат за обработку. На этот склад он просит нас заполнить, поэтому я нажимаю указать состав, и, соответственно, нажимаю там добавить, например, 13. Нажимаю сохранить состав. Соответственно, тут на самом деле логика достаточно простая, из-за того, что у тебя здесь одна коробка, и, конечно же, ты сюда просто тебе нечего добавлять. Но, опять же, ты в том числе иногда должен это по версии Озона сделать. Опять же, там 19 штук, 20, извиняюсь. Соответственно, заполняем, нажимаем сохранить состав, готово. И вот в таком вот виде ты проходишь все остальное. Клееч, три коды на коробке, ровно так же, как и в кроссдокинге, то, что ты уже видел. И после того, как ты это все заполнишь, у тебя вот здесь будет место заполнения данных, готово к отгрузке, и нужно будет точно так же приехать в назначенное время на нужный склад. Ну и давай посмотрим, как именно будет выглядеть поставка на склад Озона. И здесь, как ты видишь, на самом деле все просто. В нашем случае, там, в Смоленске, мы просто берем себе палету, выкладываем ее, и, соответственно, на нее ставим коробки. Из главных советов, ставь коробки на один склад, в одном месте, просто чтобы вам в дальнейшем было проще не запутаться. И когда ты отправил свои товары, тебе остается подождать. Не паникуй, если Озон будет везти твои товары иногда две недели. Это нормально, если это куда-нибудь в Сибирь. Ну, в целом, допустим, я могу сказать по примеру Смоленска, где находится у нас и фулфилмент, что, как правило, там, допустим, поставки клиентов доезжают за 1-2 дня. После того, как они тебе доедут, здесь в разделе FBO, в заявки на поставку, у тебя будет вот транзит и приемка у меня есть. И мы видим то, что на текущий момент в пути. Но, опять же, подтверждение актов, здесь у меня также видно, что мне нужно просто зайти и согласовать нажать вот кнопочку «Готово». Либо если Озон покажет, что у меня там недосдача, либо пересдача товара, то тогда я могу написать очень важно, чтобы написать эту претензию. В идеале у тебя должна быть видеосъемка чуть ли не в идеальном качестве с тем, как ты упаковываешь свои товары в эту коробку. Иначе тебе просто могут отказать. И после этого твои товары покажутся на складах, и ты будешь готов начинать их продавать. А для того, чтобы продать свои товары быстро и в плюс, приходи ко мне на обучение по ссылке в описании. Там же ссылка на фулфилмент и нашего менеджера. Также подписывайся на телеграм-канал, он доступен по ссылке в описании и по подсказке на экране. Там гораздо больше я рассказываю о маркетплейсах и также каждый день. А мы с тобой увидимся уже в следующем видео. Пока!